Производителям ради электронной продукции, аппаратуры, электронной компонентной базы, ну, наверное, та сфера, которая больше, чем IT-компании, нуждается в поддержке, по ней нет у вас информации, у них сохраняется 3-процентная ставка, ну или, видимо, 5 налогов на прибыль, или они возвращаются как бы в общую. Нет сведений таких? Спасибо. Ну, у вас в отношении, получается, новых целью, если с половиной разом, они это когда-то, 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 когда-то. Что касается налоговой ставки, то, я не могу сказать, на столько, как у вас еще будет, когда я не читал, но лучше, скорее всего, они будут только заставки на цене отхода. Чего я не могу сказать, что это так, как я вам? Еще какие-то есть вопросы? Да, это не очень. А ты, да? Есть вопросы? Здравствуйте. Меня зовут Ильбус. Я вообще приниматель. Я пробежался немного по теме. Все-таки анонсируется налоговая реформа. И мне как-то хотел понять, в чем суть этой налоговой реформы состоит. В чем цели, в чем задачи. Это раз. Вторая, то есть, если цели и задачи чем-то сопряжены, я не могу понять, что вы хотите понять, что человеку может быть в теме. Ну, я, как вы заметили, начался с того, что мы понимаем, за чего все это делается. И разговаривать сейчас о целях, о зачем все это затеяли, о том, что нужно ли это было зацевать. На мой взгляд, это просто будет тратить время. Это предмет у них рассуждения, когда вообще принималось решение начинать реформу или начинать реформу. Реформа началась. Мы не можем ее остановить. Тут вопросов нет. То есть, на самом деле, мы сейчас в Сапале, да? Это как стадо паровок Сапале. И сразу вспоминается... Ну, если вы как только ставили англостики, то и я в общении. Не обязательно меня подумать. Это не конкретно кого-то касается, а в целом, как вообще не вспомнился. Как пасенька думала. Пол приеден, прикидывался с тем, что хочется неслушать. Но ведь можно обойти многими другими социальными. Хорошо. Сапалом, мы калориним, мы обсуждаем такую тему, что можно уже пойти не только при всем увеличении налогового роста. Мы сейчас поговорим о том, что реально будет происходить. То есть, обсуждать о том, кто... Так, так. Здесь, кстати, на право, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. В целом, в вопросах приходите, будете смотреть, как, на лоб-систем. А сейчас мы идем в этой программе, которые не интересуются, как использовать деньги. Как все это делать. Как-то ни темы не искусствовать. И у нас в пути сейчас... То есть, делать сейчас так хорошо. Пути не сбивайте, распространяйтесь. Что сказать? Не почему? Не почему? А что? Следующее направление, о котором я уже, когда, о том, что я уже... Это направление, связанное с теми, не более актуально. Как вы считаете, как отразятся нововведения в МНДС для упрощенцев и потребителей товара с работой с группой упрощенцем? Готовы ли упрощенцы технически и кадрово, в том числе, с нужным администрированием данного налога? Спасибо за вопрос. Важаю, уважаемые коллеги. Хотел обратить ваше внимание на преампулах, что вы действительно знаете, специально для этого проекта. Зачастую, основной смысл изменений кроется как раз в том, что заложено. Зачем? Почему? В действительной записке говорится о том, что данные изменения, части МНДС, связанные с настройкой режима МСЭР, направлены на составленные условия для планового и директантного перехода на общий режим налогообложения, налогоплательщики, применяющие МСЭР. Можно предположить, что через какое-то время МСЭР не будет, а все будут применять общий режим налогообложения. Так, например, что происходило, если в том, что есть единый налоговый уменьшенный доход, который обменяли, то организацию должны были выбирать, и выбирать кто-то для налогообложения, который будет в течение строительства. Что касается последствий от внесения изменений, науководательства, где с этим законом проекта, то надо как раз смотреть на инфекционные стороны. Первая инфекционная сторона, конечно, это государство, федеральный бюджет, который финансирует, в том числе, и национальные проекты. Как сказано, в технике экономичного основания данного законопроекта, в 2020 году планируется выполнить поступление материального бюджета в размере 308 миллиардов за три года. Соответственно, сумма составит 1 на 11 триллионов рублей. К сожалению, в бюджетах Российской Федерации из этого изменения опять же выпадает. Мы о том, может быть, ежегодно говорим, как разводный автоматизм подход к изменению данного изменения. Что касается самих организаций, которые вынуждены будут платить МДС, по 5-7% будет происходить на общий режим, по 2-2-10%. Затрудники необходимы отметить следующее. Первое. Если они работают, и, соответственно, эти организации, сплотельщики МДС, то проблема, собственно, и впоследствии не возникнет. Потому что если они МДС будут предъявлять сплотельщикам МДС, они, как покупатели, соответственно, будут брать всего куличу. То есть, в темноте, таких отрицательных последствий не произойдет, если им дополнительные налоговые нагрузки на покупателей. Если покупателями товарный продукт в курсе данных организаций, применяющих все равно выдавленных вычислительных МДС, 5-7% поступают, либо такие же счастливчики, как и они, либо конечные потребители или физические пенсии населения, то, конечно, это стоит приобретение для этих потребителей, покупателей, увеличить соответственно, для сома МДС. Право на лучшем, в рейтинге организации нет, от нового МДС, поэтому, естественно, это дело будет выплакаться на конечные потребители. То есть, понятно, что примерное изделение, это лучшее место. В то же время, организации должны прекрасно представлять последствия этих изменений на будущее. И вот, как уже сказано, Сергей Владимирович, в частности, абсолютно все организации, которые на сегодняшний день применяют УЦР, 1 января 20-го года является платильщиками УДС. А в этом, наверное, никак кто-то не услышал и услышал возможно от СООФАРМА. А это не как это приятное, не так это принимается, которые занимаются в узких районах каким-то бизнесом, но применяют УЦР. Однако, они вынуждены будут в любом случае направлять при доходах менее 60 миллионов рублей уведомления налоговым органам, чтобы получить освобождение Е от УДС, от обязанностей платильщик по ИЦР. Формат, упорное уведомление она будет оперализаться под местом СООФАРМА. Что касается организаций, которые имеют доходы, а доходы у нас относится доходы от реализации плюс реализационные доходы и по правилам налогового на разницу. А если эту сумму будет превышать до 24-60 миллионов рублей, то априори эта организация, применяющая УЦР, может играть употребляющим МДС без возможности получить освобождение МДС. Соответственно, будут применять в статус МДС и 5% инвестиционных доходов будет до 250 миллионов рублей в дальнейшем, либо 7% это до 450 миллионов в публике будет в сумму доходов. При этом эта организация должна попадать за июль не уведомлением, а за июль о применяемом ставка в налоговую службу и срок для представления информации о заявлении налогового органа предусматривается на подъеме 20-го числа в месяц и следующий за первым квартал 25-го года. То есть практически будет уже квартал ВТС, и надо сработать заявление на имение права подать в налоговую службу. Очень много изменений, которые необходимо учесть свои бизнес-процессы для этих организаций. Это прежде всего работа с контрагентами и покупателями. Если кто-то подписал договора, уже 25-го после академии предусмотреть увеличение на сумму соответствующей ставки НДС, этого соглашения и так далее. Они раньше эти организации применяли кассовые методы и уплачен в порядке 4-й день и нюн. НДС начисляется по умеренной числе. Считав фактуру выставляется в адрес организации, обязаны вести книги продаж, предоставляется в электронном формате налогов декларации, то есть масса всего того, с чем, например, данные организации и так далее не сталкивались. То есть это то, о чем говорит, что Сергей Владимирович касается административной технической практической нагрузки и так далее. декларации она вырастает. Она гораздо значительно вырастает. Углтерам либо придется очень серьезно слушать заэкспертификации, а это просто неизвежно на самом деле, потому что ответственность за нарушение налогов на декларации непонятно меня, либо искать хорошую собственную компанию. Прошу. Кстати, на гублтеров такой же дефицит, как и на все. Тем более, на гублтеров, которые сидят на гублтеров. Более того, если некоторые подводные камни, просто как представившим лес, могу сказать, что в жизни никогда не один упрощений сталкивался и не думал о том, что это вызовет возможно какие-то налоговые последствия. Например, когда приобретал подарки и создает сотрудникам жреть лес и так далее, он может быть, не учитывал как расход естественно, наверное, более системы налоговарива никогда ходит его. А сейчас это безобменная передача, объект налогообложения, он должен думать, он приобретает сотрудникам и учить. Давайте посмотрите еще глубже, результаты монетаризации недостаточно, они также неправильно могут быть оформлены и являются фактическими последствиями для начисления ДЭС также безобменной передачи. То есть масса тех моментов с этим связаны. Понятно, можно сказать, будет не только активация реализации, но и подниматься безвозгленно 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 у нас появится хоспособ еще. А в чем будет ситуация, если надо предприятие решить построить лицензер самостоятельно? Вынужден будет за счет себя начать налогово-добарную стоимость, относить свою стоимость строительства, то есть практически произойдет увеличение автомата суммы налогово-добарной стоимости стоимости данного строительства. То есть это как последствия. Ну, и понятно, что если для управляющих, например, партнеров данных бизнесов будет еще вопрос, протеги, то есть какие-то агенты выбирают. То есть опять же люди и другие платящие НДС в последствии особо если потребители другие, то могут быть соответствующими не очень приятными. В последствии в конкурентной борьбе. Например, теми, кто не будет платить НДС. А платить НДС это малая долика всего лишь потому что надо организовать процесс рождение экспериментации с рождением и так далее. То есть масса и так далее. Я понимаю, что можно нелогично отбросить предложение, чтобы для упрощенцев оставить объекты налогообложения только реализацию и давать работу с лук, исключить из понятия реализации безвозмездной передачи и исключить из объекта налогообложения для упрощенцев, которые будут работать по пониженным ставкам без права наличия, исключить из объекта налогообложения строительство и хозяйствен способов. Как предложение это имеет смысл? Я считаю, что это будет более понятно и легче выполнимо. Потому что опять же, в продержении своей более чем средней практики неудачи 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 но и более сложный завод. И так, как взятие и института налогообложения на рельсе интересных очень чреват по этому неожиданно. Но с другой стороны, понятно, что федеральный бюджет должен выполняться, но тоже как раз понимание государственного дата еще поделиться. А я понял, что лице недодойный предприниматель, который не ходит на наши круглые столы, который живет в килограмме 400 отказаний, летка читает интернет, а обзоры из основной летка читает с этим антипесином, провалляя 31 декабря на том слове, провалляет сроки подачи заявления, что он не хочет платить НДС. И что если он не подаст это заявление, опять будет однозначно многое, и не подав это заявление, он автоматом попадет не на пониженные ставки, хотя он будет проходить на может быть 160 миллионов, а автоматом он попадет на 20% ставок. Так выглядит? В принципе, так, хотя срок конкретно не обозначен, но не заявление, а вытомление нет, он обязательно будет направить по тому формат, который налоговую органу А подъем 1-го класса будет так? А и до 1-го плата или до 1-го 20-го? Нет, срок для уведомления его нет, так и короче, но дело с 1-го мая 2025-го года все эти организации автоматом установят сплотящим НДС, если они заявление и подали до 20-го месяца следующего за 1-го плата, то есть до 20-го апреля 20% будет разумно спросить, чтобы по умолчанию тот, кто имеет право не платить НДС и применять упрощенные по нижней статке, он и применял, а тот, кто хочет платить НДС, но имеет право не платить, пускай подавится млень, а то, чтобы он становился к уплате получался. Такого рода неразборный воздух в порядке. Я считаю, что разумное предложение в части освобождения от обязанности к давателю давлении, учитывая, что итак информация находится в реальной налоговой сборке, то есть это излишняя бюрократия, с этим согласен. Кроме того, что если организация хочет платить НДС, не выставляет чтат автора, на априоре являясь платящим НДС и так обязан НДС отдавать бюджет. Это тоже понятно. Я бы здесь обратил внимание на еще один аспект, наверное, о том, что когда организация, у которой доходы более 60 миллионов, менее 40-50 миллионов, которая обязана применять ставку НДС 5-7 процентов, она подает заявление по конкретной ставке налоговой она обязана применять эту ставку без организации шагом по рогу 250 миллионов рублей в течение 12 последовательного налогового периода. То есть фактически организация приговаривает себя, это предыдует трехлетним периодом выезд владельщик НДС уплачивает бюджет. Но понятно, что не просто такой расчет был на 1,1 рельефа рублей, как поступление в федеральный бюджет, это исходя из-за изменения срок. Виктор Александрович, я вот внимательно читал пояснительную записку в законе проекта, наверное, тоже я читаю, и там вот такая фраза обосновывая изменения по упрощению НДС подготовит к плавному переходу упрощенцев на общую систему налогооображения. Не являемся как мы свидетелем начала-конца упрощенной системы налогооображения. Через сколько лет как вы думаете она прекратит свою сочетание? Это не подстрадавцы. Но есть антенеры, что в этом направлении двигается? Я думаю, что тот, кто формулировал пояснительный записок в законном проекта такие выражения, я думаю, она обладает точной физической информацией, если сказать полетит, скорее всего, будет происходить определенный переход. Не просто так, переход к отказу от упрощенной сфере налогооображения и создание единого общего режима налогообложения. Поэтому предполагается, что будет не просто так. Вот этот критерий 60 миллионов рублей отбуждался долгое время, сфере разлучали 30 миллионов рублей и так далее. И отлично изучая опыт других стран похожих. Поэтому я думаю, что постепенно будет стремиться в этом моменте. Буду заниматься упрощенной и так далее. Слушаю вас и вообще наблюдая за ситуацией, запоминается название «Снимите работу Ленина». «Шаг вперед» в вашем названии. «Шаг вперед» это что? Увеличение средностных границ не упрощенки, а все остальное это сплошные шаги назад. Я достал те времена, когда упрощенка принималась, была огромная победа бизнес-сообщество, бизнес-объединение, которые довели сведение этой упрощенной системы налогового отражения. Я считаю, что представители бизнеса должны приложить все усилия, чтобы она все-таки сохранилась. стратегия, которая заложена в Визитин-Забильске переход с УСЭ на УСЭ, она осталась далекой перспективой. Спасибо. Есть у кого два вопроса? У меня еще одна председательная буквально. Хочется нашими учреждениями пронить несправедливость законопроекции, несправедливость подхода отчетного, причем смысл. Вот текущий законопроекции говорит о том, что если включение налогового перевоза по налоговому плачу перевоза в организации ГИБ, применяющие специальное налоговое право на освобождение, сумма дохода превысит 60 миллионов рублей или 250 миллионов рублей или 450 миллионов рублей, то такие организации ГИБ, начиная с первого числа, в котором имело место такое превышение, трача права на освобождение. То есть, другого официара числа не получили какой-то аванс, анонс первого числа мы же должны применять налоговую добавленную сумму и сходить в большинство так. А после того, шел, сходу, агент, который еще не возьмешь, свои деньги. То есть, допустим, надо засчитать. Я бы предложил заменить этого работа.